Событие, которого так долго ждали в школе имени Кинеля Телемос с музыкантами, известного на весь мир университета Миннесоты. На предложениях Акаси организовать подобный проект откликнулся сам Александр Брагинский, знаменитый пианист и профессор кафедры музыки. Увидеть мастер-классы именитого профессора и юных пианистов собрались сотни зрителей Абакана и не пожалели. Зрелище, конечно, стоящее, складывалось впечатление, как будто роялем управляет невидимка. Однако все это не только ловкость рук, а новейшие технологии. Рояль Yamaha Disclaver с помощью датчиков позволяет через интернет приводить в движение клавиши и педали второго идентичного инструмента, который может находиться в любом месте. Соответственно, музыка воспроизводится без присутствия человека. Ровно такое же чистое звучание виртуозной игру сейчас слышат зрители в Миннеаполисе. А ведь стоит только задуматься, между нами почти 10 тысяч километров. А это произведение летит буквально из будущего. Ведь сейчас США только четверг. И все это не фантастика, а возможности 21 века. Главное в такой игре – бесперебойная работа интернета и минимум волнения участников. Для выступления наши пианисты выбирали мировую классику. Публика все же заграничная, каждый хотел показать себя на уровне. Конечно, есть какие-то переживания, но потому что это первый раз мы так будем делать. То есть связь все-таки с США очень серьезная. Такой концерт в Хакасии первый, но не последний, надеются организаторам. Школа Кеннеля и Миннесотский университет продолжат общение. Тем более, что один из лучших студентов этого заведения – Осип Никифоров, родом из Абакана. А это значит, что американским музыкантам у коллег из Хакасии точно есть чему поучиться. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok